Внезапный отъезд. Новая Зеландия. С островов Кука мы прилетели в Новую Зеландию. Это невероятно многообразная страна с географической точки зрения. За несколько часов ты через горы можешь добраться от одного океана до другого. Приближаются праздники, так что хорошо, что со мной рядом близкие друзья. Мы с Джастином по сути бросили всё. Отказались от всего привычного и решили целый год путешествовать по миру. Это было нелегко, но я чувствовал, что мне не достаёт приключений. Вскоре ты привыкаешь к постоянным переездам. Целый год может пройти в мгновение ока. Скотт Уилсон. Джастин Лукач. Оператор Андрея Дюпюи. Режиссёр Джесси Уоллес. Продюсер Стивен Энн Брей. Авторы проекта Андрея Дюпюи и Скотт Уилсон. Внезапный отъезд. Мы только что прибыли в Окленд, и мы должны встретиться с моим старым другом, Эллисом. Но он живёт на Северном острове, а мы находимся на Южном. Так что до встречи с ним мы сможем многое посмотреть. Путешествие на машине – это отличный способ. Ты видишь всё, что находится между двумя пунктами. Можно я поведу? У тебя есть международные права? Он терпеть не может, когда я веду. Возможно, это одна из самых живописных стран из всех, что мы увидим. Мы проедем от одного побережья до другого. Так что пересечём всю эту долбанную страну. Да. Я могу сказать «толбанное», потому что я только что сказал. Чтобы моё тело оставалось подтянутым и сексуальным, мне пришлось ввести для себя несколько правил во время поездки. Никаких чипсов, печенья, шоколада. Никакой газировки и пива. Но я могу пить алкоголь и использовать газировку в алкогольных коктейлях. Мой старый друг и моё главное проклятие – топливный насос. Так, посмотрим. Ультра-91. Не дизель. Что я запомнил из прошлой поездки, так это карашки с мясом. И они очень вкусные. Хочешь попробовать? Мы остановились на обочине. Знакомое зрелище. Пришлось остановиться, чтобы Джастин мог познакомиться с местными животными. Поцелуешь меня? Поцелуешь меня в губы? Смотри, какая ты красивая. Теперь ты будешь секс-машиной. Все проходящие мимо козлы будут думать «О, какая красотка!» Ты посмотри. Ладно, пока. Цветок упал. На первый взгляд кажется, что Джастин любит животных. Но это только кажется, потому что на самом деле он над ними только издевается. Завязывает бороду узлами, вставляет цветы в шерсть и так далее. Да? Держи. Спасибо, дружище. Можешь вставить волосы. Ладно. Когда мы доберемся до Ротаруа, будет уже темно. Мы переночуем в каком-нибудь отеле, а утром посмотрим город. Наш второй день в Новой Зеландии. Он начинается в Ротаруа. Это первая перемена, которую мы заметили. А мы всего в паре часов езды от Окленда. Ночью этого было не видно, зато запах чувствовался. Да, я сразу почувствовал, как мы приехали. Это геотермически активная зона. Сильный запах серы. Через несколько часов пути, через пару сотен километров, пейзаж полностью меняется. Мы приехали в Ротаруа. Мы осматриваем достопримечательности и думаем, что бы еще посмотреть. Я прочел про одну штуку под названием Зорб. Мы ведь здесь только раз, правда? Ну, может, и не раз, но я хочу посмотреть, что это. Новый день. Новый день дороги и новый пирожок. Идеальный завтрак. Вот это Зорб. Все, кто не знает, что такое Зорб, вот он, позади меня. Когда он показал мне проспект, я подумал, что это за штука. С этой штукой точно жди неприятностей. Надо просто влезть внутрь. Когда будете готовы, просто подбегайте и прыгайте. Ладно, на старт. Внимание, марш! Не знаю, почему Скотт не хочет. Если он испугается и откажется, то эти дни ему ничем не запомнятся. Это лишь первый пункт в списке того, чем я хочу заняться в Новой Зеландии. Этот Зорб не совсем то, что я люблю. Но Джастин это очень понравилось, так что кто мог ему помешать? Все равно, что выйти из утробы. Кажется, я намочил штанишки. Знаешь, это забавно. Я уверен, что внутри все ощущается по-другому, но отсюда казалось, что так расслаблено. Не суди, пока не попробуешь. Вот тебе пример. Когда я смотрел, как люди скатываются, все казалось таким медленным. И я такой... В этом году я хочу, чтобы Санта принес мне Зорб. Пожалуйста, Санта, пожалуйста. Хочешь, чтобы я улыбнулся? Положи Зорб под елку. Наконец-то мы на месте, и я знаю, что это будет отличная поездка. Особенно после того, как я немного испугался на островах Кука. Я подумал, что Скотт может поехать домой. И я так рад, что он остался. Неважно, сколько денег он мог заработать и так далее, этот опыт бесценен. Это тот самый шанс, который выпадает раз в жизни. На островах Кука я решил, что продолжу путешествие, что не поеду домой. Ведь изначально я пошел на это, так как мне надоело работать с 9 до 5. И знаете, меня всегда тянуло в Новую Зеландию. Хотелось познакомиться с Новой Зеландией с помощью моего друга Элиса. Для Джастина все началось отлично. У меня такое ощущение, что каждый раз, когда он видит какую-то брошюру, или у него возникает какая-то безумная идея, он хочет воплотить это в жизнь. Мне кажется, он и меня хочет в это втянуть. Мы всего два часа ехали на юг от Роторува. Проехали через регион Таупа, и вдруг бац! Кто-то повернул выключатель, и все превратилось в пустыню. Знаешь, что мне нужно? Гитарное соло. Вот что, гитарное соло без футболки. Гитарное соло. Дамы и господа, спасибо, что пришли на мой концерт. Надень футболку, Аксель. Мы покидаем регион Таупо и пустыню. И едем в Аканайя. Там мы встретимся с моим приятелем Ричардом. Надо торопиться, иначе мы приедем туда очень поздно. Когда приезжаешь к другу, это универсальная валюта. И потом, сейчас сезон. Сезон всегда. Сегодня мы ночуем у Ричарда. Я познакомился с ним на свадьбе Элиса три года назад. Ричард был священником на свадьбе, или, как мы его называли, преподобным Ричем. Он сказал, что если мы когда-нибудь снова приедем в Новую Зеландию, то его двери всегда открыты для нас. Я рад снова его видеть. Это классный, спокойный парень. Добрая душа. Вчера вечером мы посидели у костра, поговорили, обсудили новости, а потом мы разбили палатки на газоне. И отлично выспались. А сейчас мы спустим на воду лодки и отправимся в сторону острова Капити. Исследуем его побережье, может, немного прыбачим. Жду этого с нетерпением. Сейчас надо разбудить Джастина, мобилизовать его. Эй, вы! Не надо стучать по моей палатке. Можно просто сказать, проснись и пой. Не надо стучать. Наконец-то Скотт позволил мне сесть за руль. За руль лодки. Как я смотрю с этой стороны. Остров Капити находится в трёх километрах от побережья, от Ваканай-бич. Это строго охраняемый птичий заповедник и природный заказник, принадлежащий и управляемый народом Маори. Но Ричард знает кое-кого из этих людей, и с помощью небольшой взятки в виде пива мы сможем попасть на остров. Если нет разрешения, всё, что нужно, это ящик пива, и можно попасть на остров. Большое спасибо. Мы здорово проведём время. Приятной прогулки. Спасибо. Удачи. Это валюта. Мировая валюта. Всё, что нужно, это ящик пива, и можно уговорить кого угодно на что угодно. Хорошо вам повеселиться. Вам повеселиться. Не вопрос. Пивная валюта – классная штука. Продолжение следует... Извини, что заставили ждать. Да ничего, попробуем поймать рыбу для ужина. Давай. Поскольку в прошлом я общался с Ричардом, я знаю, что он одухотворённый парень. Не обязательно религиозный, просто в гармонии со своим духовным миром. Я пытаюсь установить с рыбой ментальный и физический контакт, когда она попадает на борт. Обычно я не жадничаю, ловлю ровно столько рыбы, сколько собираюсь съесть. Как говорили индейцы, мы берём эту землю, этот мир взаймы у наших детей, поэтому мы должны позаботиться о нём ради них. Плюнуло. Моё правило – всегда отпускать первую рыбу в знак благодарности. Надеюсь, рыба хорошая, а то ребята проголодались. Надеюсь, она достаточно большая, чтобы разделиться на четверых. Спокойно, парень. И сколько он будет спать? Пока не окажется на сковороде. Спасибо, Господь. Да, сегодня мы точно не останемся голодными. Нас ждёт отличный ужин. Всю рыбу сегодня поймал Ричард, и он устраивает большой ужин. Как-то нехорошо, что мы ничего не поймали, и нам нечего принести на ужин, поэтому я решил вернуться и попробовать что-нибудь поймать. Может, удастся поймать каких-нибудь моллюсков. Это дохлый. Скотт, давай скорее. Я считаю, что надо внести свою лепту, даже если это будет только парочка этих малявок в корзине. Быть что-то. Я похож на какого-то старого моряка, который возвращается из магазина. Что ж, по крайней мере, мы что-то принесём к ужину. Не так плохо. Думаю, одна из главных причин, по которым в Новой Зеландии я чувствую себя как дома, заключается в том, что я живу со своими друзьями в доме с домашней пищей. Благодаря всему этому я чувствую себя как дома. Это совсем не то, что обедать в ресторане и ночевать в гостинице. Так гораздо приятнее. Ваше здоровье за наш улов. Внезапный отъезд Внезапный отъезд Что-то рано вы уезжаете. Рад был тебя видеть. Рад был познакомиться. Счастливо. Мы едем от дома Ричи, что в Аканае, на юг, в Веллингтон, где мы на пароме отправимся с северного острова на южный. Сейчас мы садимся на паром, следующий на южный остров. Пока северный остров. Было весело, но скоро будет еще веселее. Мы находимся в проливе Кука. Это огромное водное пространство между северным и южным островами Новой Зеландии. Я лечу! Веллингтон, Пиктен Я думаю, что переправа с северного острова на южный как бы олицетворяет для меня истинное начало этого путешествия. На северном было здорово, и я был жутко рад пообщаться с Ричардом. Рад был его видеть. Но с переправой на южный остров начинается самое интересное. Для меня самое главное снова встретиться с моим другом Эрисом. Расскажу вам небольшую историю. Чтобы попытаться раздвинуть пределы своих возможностей, Элис на маленькой лодке в этаком корыте попытался на веслах и под парусом переплыть с южного острова на северный. Сейчас этого не скажешь, но, возможно, это самые опасные воды во всем южном полушарии. И это правда. Так он переплыл или... Нет, нет. Ну, в общем, он был близок к этому. Поднялся шторм, и он чуть не утонул, чуть не погиб. Он рассказывал, что когда приехала береговая охрана, они были в бешенстве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, поскольку у нас есть машина, мы можем добраться до места, где нас ждет приключение. Южный остров приедет. Машина заправлена, как и я. Очередным пирожком. Смотри, это шоссе номер один, да? Шоссе номер один, да? Мы в Пиктоне. Мы в Пиктоне. Едем на юг. На юг. Или... Или... Что скажешь? Да, давай. Начнем красиво. Это дорога? Да, это дорога. Похоже на кишки. Ты все прочувствуешь своими кишками. Джастин купил шоколадное печенье, но я напомнил ему, что он не должен есть шоколад согласно условиям нашего пари. Поэтому теперь ему остается лишь скормить это печенье Тюленину. Я бросаю ему печенье, а он его не ест. Я положил печенье прямо перед его мордой, а он не ест. Не знаю, в чем дело. Это же шоколадное печенье. Шоколадное печенье Рейнбоу. Эй, прекращайте драться и ешьте печенье. Хватит драться, печенье ешьте. Я сказал, хватит драться. Мне кажется, он действительно любит животных, только не знает, как с ними обращаться. Свою собаку я бы с ним на выходные не оставил, скажем так. Когда я вижу рождественские украшения, я начинаю скучать по дому. Но поскольку я уже встретился с Ричардом и скоро встречу с Элисом, я чувствую, что я среди друзей, которые для меня как семья. Моя первая встреча с этими мошками, и я от них просто тащусь. Со мной тут Скотт и Андре, но... Не знаю, сейчас Рождество, и я скучаю по дому. Я буду скучать, и это будет нелегко. Мне будет тяжело в дороге. Когда подходит День Благодарения, ты думаешь, я буду скучать по Дню Благодарения, буду скучать по Пасхе. Вот по Хэллоуину я действительно скучал. Мошки! Чевиот, 65 километров. Элис мой очень хороший друг. Мы познакомились лет 7-8 назад в дороге, и довольно много путешествовали вместе. И в конце концов стали очень близкими друзьями. 3-4 года назад я приезжал на его свадьбу, и с тех пор мы не виделись. Я помню, что он сразу произвел на меня впечатление человека мотивирующего. Мы с Элисом много раз бывали в ситуациях, когда я поступал не так, как поступаю обычно. Он определенно вытаскивает из людей все самое лучшее и отлично знает, как этого добиться. С ним приятно общаться. Похоже на винодельню. Здорово, мужик. Привет. Рад тебя видеть. Взаимно. Элиса очень здорово характеризует его великолепный дом, который он построил своими руками. Он может рассказать миллион историй о каждом кирпиче, о каждой балке этого дома. Многое из того, что здесь находится, было сделано либо им самим, либо его близкими друзьями. Он подбирал голосовавших на дорогах, приглашал путешественников, так что этот красивый дом в итоге превратился в международное общежитие. У него всегда припасен какой-нибудь фокус, чтобы сбить вас с толку. Потому что он всегда живет на грани и вообще колоритнейший персонаж. Мы пробыли у Элиса не больше часа. И он уже предложил нам спуститься с горы на тросе, а Джастину заняться серфингом. Черт, я нервничаю. Слишком резво все начинается. Займемся серфингом. Это абсолютно в духе Элисы. Не успели вы войти в дверь, как уже выходите обратно с кучей снаряжения для активного отдыха. Серфинг, я нервничаю. Теперь я нервничаю. Мы полностью доверились Элису, так что я, Андрея Джастин, и его и друзья Элиса, Эрика Дэйв, сейчас поедем к утесу и попробуем с него спуститься. Сейчас мы идем через кусты. Будем спускаться с той стороны. Закрепляешь трос на вершине возвышенности и спускаешься. Начать спуск – это самое сложное, после этого уже сплошное кайф. Я надеюсь, надеюсь, что мы не погибнем. Мы используем дерево в качестве якоря и перебросим веревку туда. Посмотрим, что получится. Готов? Пути назад нет. Давай. Нет уж. Если бы здесь было не 80 метров, а 30, 40… Если я это сделаю, то и ты должен. Для меня это впервые. Надеюсь, здесь не больше 50. Длина веревки – 50. А то у нас могут быть проблемы. Я ему доверяю. Ты знаешь, как это надевается? Помнишь эти причудливые узлы? Да, да, спасибо. Напоминает устройство для секса в подвешенном состоянии у него дома. Продолжение следует. Он спускается в стиле 19 века. Создает собственную обвязку, обворачивает рост вокруг своего тела. И трение замедляет спуск. Ох! Чертовски сильно жжёт. Теперь у тебя будет небольшой загар. Так, а теперь, после спуска, когда у всех адреналин подскочил, мы устраиваем забег. И проигравший покупает всем пиво. Ну что, готовы? Побежали? Я готов. Конечно. Конечно. Побежали. 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 Я могу сказать лишь одно. Я сегодня не покупаю пиво. Если ты возвращаешься потным, ободранным, кровоточащим, с колючками, торчащими из тела, значит, ты хорошо провел день. Я не занимался серфингом уже почти год, и руки у меня еле двигаются. Я никогда не катался в гидрокостюме, потому что на Гавайях вода такая теплая, что он не нужен. Такое ощущение, будто на тебе свинцовый жилет. Андрей оседлал первую же волну. Он впервые это почувствовал. Я увидел это в его глазах. К тому же путешествию он станет серфером. Я счастлив быть здесь, особенно во время праздников. Это очень много значит для меня, быть среди моих хороших друзей, особенно рядом с Элисом, которого я давно не видел, потому что это создает ощущение дома. К тому же я здесь уже бывал. Сейчас я просто впитываю атмосферу, жду не дождусь следующего приключения, которое он нам приготовил. Элис! Ах ты засранец! Она только что рассказывала, как ненавидят жуков. Ваше здоровье! Внезапный отъезд Внезапный отъезд Элис сегодня встал очень рано, чтобы помочь своим родителям. Его родители держат альпак, а альпак надо стричь. Так что... Берегитесь альпаки, мы идем. Альпакам конец. Идемте со мной, мои сельскохозяйственные друзья. Берегитесь на плодородных полях. Он такой красивый. Немного помады, может, немного теней, румянчик. Ты будешь самым красивым альпакой в Буше. Я сдал свой первый экзамен. По-моему, у меня неплохо получилось. Возможно, я нашел себе новую карьеру. Боже, такая красивая. Такая красивая. А можно я? Если они схватят, вы уже не удержите. Будьте осторожны. Хочешь травки? Травки хочешь? Этот переел травки. Зачем столько есть? Мы тут зашли на чай с лепешками, и мы только что заметили, что здесь есть несколько фотографий Элиса. И решили на них посмотреть. Видите фотографию над этой картиной? Это наша семья примерно 25 лет назад. Там изображено все, чем мы занимались в то время. Здесь ему два года и восемь месяцев. Пока, пап. Счастливо. До свидания. Трудно сказать, в какой фазе сейчас находится Элис. Он либо отходит от вчерашнего приключения, либо готовится к следующему, которое состоится завтра. Это будет заплыв на плоту. Уи. Это чулан приключений. Травьем. Рафтинг. Давненько мы не бывали в воде. У него есть все снаряжение. Так что это точно будет интересно. У меня есть одна штука, которая может показаться вам забавной. Знаете, что это? Картофельная пушка? Да, мы называем ее апельсиновой пушкой. Хочешь попробовать? Еще бы, конечно. Черт! Нихрена себе. Видел, как он высоко взлетел? Как будто на километр. Я один раз выстрелю в тебя, а ты один раз в меня. И я повернусь задом. Не хочу этого делать, но сделаю. Это было неплохо. Неплохо. Ты мне в плечо попал, да? Ничего, выдержу. Ты просто чемпион, мужик. Выстрел был не очень хороший, но зато очень сильный. Посмотрите-ка, синяка нет? Погоди, до завтра. Да нет, синяка нет. Нет? Это хорошо. Может, завтра? Я знал, что так и будет. Я знал. Ну, прости, прости. Да ладно, ничего. Мы заканчиваем подготовку к нашему путешествию на плоту и скоро поедем. Наверное, прибудем на место к наступлению сумерек и отплывем рано утром. Остановились купить мороженое. С клубникой, с жвачкой, а вот здесь у нас лимон с лаймом и печенье с кремом. Вот такая вот диета. Я поспорил со Скоттом, что не буду есть шоколад и сильно прожаренные продукты, но он постоянно об этом забывает. Это напоминает мне то самое не шоколадное печенье. Похоже, с тебя пиво. Потому что ты нарушил правила. Там есть шоколад. Надеюсь, оно того стоило. Чевиот, река Буллер. Вот и лагерь. Давно я уже не занимался рафтингом. И смысл этого всего — сдружиться, получше узнать друг друга и просто отлично провести время. Да, я пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Когда мы подошли к железному мосту через реку Буллер, Элис сказал, знаете, в конце плавания все всегда прыгают с этого моста. Придется тебе, мужик. Я, наверное, не буду. Теперь, когда мы поднимем, он кажется довольно высоким. В этом весь Элис. Он заставляет тебя раздвинуть твои личные границы чуть шире, чем тебе кажется возможным. После этого испытываешь удовлетворение. Не знаю, что думаешь. Я думаю, с тобой все будет в порядке, но я не буду этого делать. Покажи мне, как это делается. Что ж, покажу. Тогда я туда поднялся, оказалось, что я не буду прыгать первым. К счастью, Элик был достаточно крут, чтобы прыгнуть первым. У-ху! Когда я увидел, что он вошел в воду с выпученными глазами, моя ситуация стала еще более сложной. Я бы сломал себе обе лодыжки. Слышал шлепок? Да. Ну да. Это яйца Эрика ударились о воду. Но ты об этом можешь не волноваться, твои и так уже съежились. Слышал шлепок? Отлично! Отлично! Молодец, Скотт! Хорошо вошел. Он вошел идеально. Как раз так, как нужно. Шума сильного не было. Прыжок на десятку. Я бы прыгнул с моста в 20 раз выше этого. Дело не в высоте, дело в ударе. Я не могу на это пойти, потому что точно что-нибудь сломаю. И тогда я до конца года ничего не смогу делать. Так что это того не стоило. Поберегу себя какое-то время. В благодарность за великодушие и гостеприимство Элиса мы решили подарить ему рождественскую елку. Мы взяли его бензопилу, а он сейчас спилит. Утром мы вручим ему прекрасные рождественские подарки. Встреча с гостями. Машина забита под завязку. Зодиак Элиса готов, и мы отправляемся в Кайкуру. Можно сказать, что это Мекка. Мекка морской жизни и водной активности, если говорить об этой части Южного острова. Кайкура Итак, наш план — хорошенько промокнуть и поймать что-нибудь к ужину. Мекка морской жизни и водной активности, пока Элис ныряет за лангустами к ужину, мы с Джастином плаваем неподалеку с трубкой и пытаемся познакомиться с котиками. Там был гигантский сикач. Я смотрю на него, а он толкает меня вверх. Этот котик явно не был впечатлен. Мы просто сидим и ждем Элиса. Скрести в пальцы. Надеюсь, ему повезет, и он поймает лангустов. Тогда у нас будет великолепный ужин. А если не повезет, будут хот-доги. Хот-доги — сдобренные виски. Я в него верю. И я. То, что нам нужно. Лангуст! А это маленькая морская звезда. Их много на морском дне. А это его дедушка. Они съедобны. Если их приготовить, то они станут слишком мягкими. Лучше есть их сырыми. Попробуй, дружище. Буквально кусочек ноги. Ты первый. Докажи, что это можно есть. Я не могу, у меня аллергия. Конечно. В детстве переел. А это кинар. А это морской еж. Маори считают их деликатесом. Вы должны их попробовать. Я попробую. Конечно, целого не съем, но попробую. Давай. Кошмар! Он очень жирный. Все тебе, Скотт. Возьмем немного отсюда. Да. Ладно, хватит. Джастин, можешь поесть? Как сопли, да? Только более вязкие. Вчера мы решили, что надо что-то предпринять по поводу Рождества. Ну и что вы там придумали? Это что, елка? Это все, что мы смогли найти в темноте. Это дерево соседа. Она росла в заборах. Когда я приеду к тебе, я тоже спилю дерево. Друзья в очередной раз выручили нас. Элис удивительный человек. На свете не так много людей, способных мотивировать меня. Вызвать во мне этот драйв, стремление преодолевать себя. Чем больше ты общаешься с Элисом, тем сильнее он тебя мотивирует. Заставляет тебя делать то, что ты считал невозможным. Ради того, чтобы провести с ним время, сюда точно стоило заехать. Ты знакомишься с людьми, которые показывают тебе, как надо проводить время. После этого хочется сюда вернуться. Надеюсь, когда-нибудь я смогу оказать этим людям ответную услугу. Когда они приедут, пожить у меня. Знаете, путешествовать со Скоттом — это... О большем им мечтать не приходится. Мы настоящая семья. Мы должны держаться вместе и выжимать из этого максимум. Это были потрясающие две недели. Подзарядившись энергией и вдохновением Элисы, мы отправляемся исследовать Новую Зеландию самостоятельно. Первая остановка — Квинстаун. Это столица приключений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова